Дороги пробиваю. Видите, бюллер идет с буксом. 8 колес с буксом идут. Представляете, какие нагрузки здесь? Сбежала вот сюда. Ей здесь деваться некуда. Она стоит, здесь грязь. В хорошем она должна была провалиться. Дальше нет. Смотрите. А дальше уже она не уходит. Друзья, всем привет. 1 ноября. В общем, Пашем продолжаем. Бюллеру уже исполнился годик. У нас 28 октября, по-моему. Поэтому год уже прошел. За год наработал 697 моточасов. 700. Все это в одного. Трактор в одно смену работал. Можно было и больше, но если бы я на комбайне не работал, я бы песчонка уже точно настучал. И то, если бы я на комбайне не работал, сейчас бы мы уже не пахали. Давно было бы за счет запахом. Ну ладно. Погода позволяет. В общем, заправляюсь. Заправляюсь в бочечки. Ну, потому что заправщик у ребят на дальнем поле. Там три машины. Одна еще в ночь ходит. Поэтому заправщик жизненно там необходим. Я электрический насос на 24 вольта. Урал подгоняю. И скачаю. Что сейчас буду делать? В третьем времени буду обслуживать трактор. Помажу сочленение. Пробегусь, посмотрю. Скачаю что-нибудь здесь. Грязь где-то пощущу. Ну, а там чем-то замяться надо этим временем. Воздушная качета. Без пыли. Сейчас влажно. Пыль вообще не летает. Второй день не достаю ее. Смысла нет. Вот. Поэтому и как бы. Основная подготовка трактора к работе. Это заправка. Это заправка и помазать сочленение под пикачка. Здесь смартфон. Что еще? Ну и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вроде шпильки все на месте. Просто я знаю, много людей жалуются на шпильки. И спрашивали у меня. Блин, я не знаю, мужики. 08 наружка 09 внутри. Проблем со шпильками не было. Скачет первый год эксплуатации. 700 шо. Как бы я не заметил, что где-то оторвало. Нет, целый. И здесь тоже все целые. Может быть, перетяжка. Может быть, недотяжка. Ну, в общем, у меня все по ключу. 710 нитон на метр. И когда колея, стараюсь на колею, на верхнюю часть нажать внутренне, а наружка, чтобы была над канавкой. Не гружу наружную шину, наружный скат. Это именно когда колея есть на дороге. Чуть-чуть трактор смещаю и иду с паркой над колеей. Вот как. Вот здесь, видите, колея. Внутреннее сюда, внутреннее сюда. Одна наружка над колеей висит. Если вы пойдете внутреннее по колее, то наружка будет... На наружке весь трактор будет висеть. Тем более в транспорте. Ну, нехорошо это. То есть тоже это нужно понимать и иметь в виду. Дать нагрузку на шпильки вот здесь вот, с таким моментом. Или дать нагрузку на шпильки добавить еще полтора метра. Метр, ну. Это уже другие моменты. Поэтому, ребята, с этим поосторожней, поаккуратней. Но у меня ничего не было. Шпильки у меня все целые. Есть, есть люди, у которых рвет. Но не знаю почему. Так больше. Что еще из нюансов-то? Больше, наверное, ничего нет. Что я вам раньше говорил, то и так же и осталось. Добавить, добавить, ничего не развалилось пока. Развалимся, обязательно скажу. В инстаграме в любом случае в первую очередь узнаете. Так, порвал здесь недалеко. Пойдем посмотрим. Башкой е... Вчухнул. Здесь вот дернул где-то. Сейчас посмотрим по следу, где она работала. Так, вот здесь вот он еще работал. Надеюсь, его сорвало. Так, где-то должен быть срезной. Валяться по-хорошему. Потому что неоднократно находил. Но, наверное, не в этот раз. Блин, до лота вообще кипяток просто. Есть у меня... Есть у меня... Амортизер. По-хорошему. Это рот. Пу-хорошему. Это рот. Амортизер. Амортизер. я в общем основную обработку закончил сейчас прохожу краевые а точнее пока светло пробиваю дорогу но есть дорога вот она но вы ездите по ней сейчас я вам покажу что дальше доеду до туда сейчас я разок прошел 5 километров в час в пол глубины вымелил навес гидравликой сейчас попробую пройти полноценно на 36 сантиметров иначе тут ну они возят здесь глину понятно да совки какие нагрузки здесь на почву были и сырая и сухая притоптали капитально сейчас вот прохожу краевую обозначить им что ребята попробуйте только залезть таких больше ну никак не назовешь свинья до свинья еще те метров 50 вот по периметру точнее по одной стороне как они расположены полиэтилен целлофан вот такое вот дерьмо валяется вот глина она нам нужна на поле уроды вот бутылки канистры но это все 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 на поле по краевой части где они находятся метров на 50 все мусор этот летать тубы со смазкой вот валяются уроды потому что вы среди у себя во дворе у себя в машине у себя дома но как бы вы приехали сюда вы сейчас полгода здесь поремонтировали дорогу сделали и все вы пропали а мы здесь будем жить еще мы будем жить и наши дети и внуки здесь будут жить а вас все свет пропал и щи свищи но нет но нет баран это такая каста людей есть которые ни к чему не приспособленные мозгов нету культуры тоже никакой нету можете черкануть комментарии я не говорю что это все да есть люди вот из этих вот сколько их тут совков штук 30 на из них по-любому есть люди которые фантик он не выкидывает его в окошко он его положит себе в дверь а потом где нибудь дома в пакетике унесет или сожгет или выкинет мусор а есть которые до тубы канистры он того сделал бросил вот все около своей территории нельзя его шеф заругает что как бы их и территория там и они там базируются и как бы мусорить зачем а вот фермер давай ему захерачим да пожалуйста кидает сколько есть сил и все пожалуйста уроды сейчас вот краевую я пройду дорога здесь было они вот тут накатать точнее она продавленная дорога это по ней сейчас примерно ориентир беру и режу поэтому границы поля они вот смотрите мой первый проход и тут вот еще дорога на 2 прохода это почти 5 метров за проход 10 метров залезли на поле ну просто дорога грязь зачем можно же по полю ездить идеальное решение таким бы инициатором по башке стучать но ведь их не поймаешь как только появляешься около поля все они ездят вон там а как только отъезжаешь куда-нибудь они ездят вот здесь здесь же правнее ублюдки сегодня я не успею закончить потому что мне через 40 минут нужно отъехать у друга день рождения поэтому сейчас я эту краевую сделаю граничку ему обозначу а завтра посмотрим как они сегодня со смены на территорию поедут где поедут вот видите какой пласт почвы поднял потихонечку болты держат вроде я давайте пойдем маленько посмотрим так здесь вот я эту дорогу разрыхлил более-менее но все равно пласты они есть и от них никуда не денешься такие тачки здесь проходили сейчас второй след дороги пробиваю видите бюллер идет буксом 8 колес с буксом идут представляете какие нагрузки здесь вот прорезаю пласт такой бетон прорезаю потом еще разок прохожу чуть-чуть смещаю чтобы стойка еще по середке прорезал и третий раз на скорости прохожу чтобы маленького так вот вот так и должно получиться в общем поднимает дорогу болты держат слава богу держит нормально глубина минимум 30 здесь сейчас потому что немножко колесиками все-таки придерживаю чтобы сразу на 36 он не залезал иначе беда ну тут бетон чё тут совки ездят с глины чё тут чё тут рассказывать сами знаете что это такое ничего поднимает ланика чем мы получаем 96 гектар края еще не считал ну короче закончена основная обработка осталось края завтра меня на часик вот и буду переезжать на подсолнечник по поводу завершить ролик я пока не завершаю завтра как добьет этот участок и подведем итоги а следующий уже ролик будет именно по подсолнечнику так что не прощаемся у меня ночь проходит а вас по щелчку пальцев просто перенаправляетесь на завтрашний день когда буду запахивать разворот погнали а Только я вернулся домой Не дони меня, не дони Лишь за то, что я не святой Не дони меня, не дони Лишь за то, что я не святой Там 491 гектар На сегодняшний момент 500 будет сегодня вечером 500 Для кого-то это мало, для кого-то это нормально Для кого-то это много, но для нас Маловато в том плане, что Я мало на этом тракторе работал Я убираю, трактор стоит Я пашу Значит пашу То есть Если бы трактор работал две смены То он бы закрыл нашу площадь Пашню всю И комбайны бы зажал Все в дым Все в дым, в мазутик Друзья, сейчас будет очень-очень яркий пример Что такое плужная подошва Сейчас я вам это пытаюсь Попытаюсь показать Вот на этом участке Опа! Отлично! Вот сейчас отлично Так Дергаем ручник Ай, какой АУХ противный Дернули ручник И пойдемте смотреть В чем прикол Что такое пужная подошва Как с ней боремся И Почему она появляется Блин, придется немножко замараться Ну ладно Постараемся как можно меньше Смотрим Что мы имеем? Мы имеем Лук 23-25 см Обработка почвы Что мы имеем здесь? Мы имеем Количество осадков Последние Где-то 25 мм Последние дожди То есть если пройти метров 30 Дальше Там уже почва практически высохла А вот по этому долику Сквозь Стоит вода В прямом смысле слова Скажете Да, Диман Вода сбежала Ручейки Оттуда Ну вот Отсюда Скат небольшой И там вот с соседнего поля тоже Там гектар наверное 100-150 Ну вот видите промоено Вот Скажете Диман Ну вода оттуда от соседа бежала Ручейком, ручейком И прямиком тебе в поле Да нет, ребята Да нет, ребята Почему она не стоит вот здесь Почему здесь вода не стоит? Как вы думаете? Скажете там ниже, а здесь нет Плюс-минус, ну уровень немножко падает Но нет такого, что здесь прям 40 градусов А там резко полого сразу на 3 градуса падает Нет А знаете почему? А потому что здесь естественное все происходит в почве Естественное рыхление корневой системы и растений И в том числе деревьев Вот И соответственно почва здесь не залегается Вот как раз мы подошли к моменту плужной подошвы Что такое плужная подошва? Это дно борозды после плуга Что оно из себя представляет? Оно из себя представляет, если кто Пытался какие-то анализы делать Ну просто для себя Потому что плужная подошва, плужная подошва И все как бы о ней знают Плужная подошва, вот она Так придется пачкаться Вот она ребята, плужная подошва Вот Я специально здесь буксовал Потому что если бы здесь было естественное Что-то происходило Ну или после чизеля, когда глубокое рыхление И вода уходит, уходит, уходит Я бы просто здесь плюхнулся на раму Но этого не произошло Вода стоит Вот, вода стоит Вот она вода Почему она туда не уходит? А потому что у нее не получается это сделать Там плужная подошва, там бетон Во, сейчас лопату возьму У меня на этом случае есть лопата Смотрите Вот видите, тут я тону Тина, вот она А дальше, дальше нет Смотрите Смотрите А дальше уже она не уходит Дальше все Как и здесь, вот она Вода стоит, а дальше не уходит Почему? Правильно Вина тому плужная подошва Это вот у нас осень дождливая А представьте Сейчас вот осень дождливая Влаговую почву набрала А что будет здесь весной? Правильно Здесь будет хороший ручей Скатываться отсюда Скатываться оттуда И уйдет туда в посадку А на поле, на поле ничего не задержится Потому что почва сейчас на 25 сантиметров Промочилась В достаточном количестве И весной дождичок Сделает влагу приличную А талые воды Ну или талые воды там чуть-чуть подпитают еще А остатки все сбежит сюда И все На поле у вас ничего не сохранилось Меры борьбы Меры борьбы у меня зацеплены сзади Основное назначение это разрушение плужной подошвы Основное назначение это разорвать плужную подошву и накапливать влагу Вот это чизель Борьба с водной эрозией Так называемая Давайте мы посмотрим, чтобы не мыть было болон Возьмем лопатку Ну вот то же самое, что и на дороге Видите, на дороге-то вода не уходит Правильно, она закатанная Здесь вот тоже низинка большая Сюда с посадки бежит вода Видите? Земля-то здесь достаточно влажная Но она не грязь Все, водичка туда ушла Что мы получили? Мы получили Такой вот небольшой эксперимент Точнее не эксперимент, а наглядный пример Вся водичка потихоньку В нижних слоях У пахотного слоя Сбежала вот сюда Ей здесь деваться некуда, она стоит Здесь грязь В хорошем она должна была провалиться в нижние слои Но это не получается Лужная подошва Этому мешает Душа ехать Я думаю, меня вы прекрасно поняли Если бы здесь было рыхло Если бы здесь была не грязь Грязи бы не было, если бы было рыхло Здесь просто я бы закопался Фиг знает куда Но трактор я специально здесь чизель не поднимал Чтобы показать вам, что он буксует Но дальше он не садится Дальше ему садиться некуда Там все Бетон Вот, это по плугу Сейчас я просто здесь вдоль края проходил Ребята с плугами немножко не дошли до дороги Потому что у них там пол плуга наваливает Пол плуга на дорогу Ну то есть так вот, как обычно Ни плуг, ни полтора, ни два Вот, и поэтому я вдоль дороги Аккуратненько чизелем рыхлю Еще вдоль дороги получше прорыхлить Потому что постоянно закатаны Ну и вот, ребята, пожалуйста, результат Я думаю, поняли Напишите в комментарии, кто что по этому поводу думает И решает ли эту проблему чизеля Вот А весной будем наблюдать Не первый год мы с чизелем работаем И как бы Есть с чем сравнить И пашем, и с чизелем Но под каждую культуру тоже Нужны свои агрегаты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода